У меня вопрос такой, а что делать, если ты молишься и понимаешь, что Господь тебе в принципе... Ну то есть как бы ты у Него уже не просишь, ты понимаешь, что Он дал тебе все, что нужно. А ты как бы... Ну и вот ощущение, что тебе нужно сейчас что-то сделать, а ты не понимаешь, что сделать. Вот ты не понимаешь, и все. Вот как вас зовут? Наталья. Наташа, ты какая хорошая. Вам понравилось, как я сказал? Да. Господу так же нравится. Просто что-нибудь хорошее ему скажите. Я ему говорю. Все? Тут достаточно. Просто по-доброму относитесь с Ним. Надо быть наблюдательным. Вот вы здесь сидите в зале, это потому что Господь вам помог. Я знаю. Когда вы захотели сильно, сильно страдали, плакали и потом попросили, помогите мне, я уже не могу так жить. И тогда вы получили знание уже после этого. Это сам Господь лично вас направил. Ну, поблагодарите его за это. Мы его благодарим. Ну, все, вот этого достаточно. Это то, что надо. А потом, когда он увидит, что вы очень искренне благодарите его, то тогда он вам даст служение. Он вам даст задание какое-то, чтобы вы делали то, что ему надо от вас. А если я уже примерно понимаю, что это? Ну, тогда надо это делать. Я столько болела, что стала изучать очень много медицины. И сейчас очень много людей ко мне обращаются, чтобы меня помогло. Давай, помогайте. Но не забывайте, что главное лечение – это лечение души. Если вы лечите тело, то заодно душу лечите. Иначе тело бесполезно. Я, когда только тело лечил, я только начинал лечение, я изучал, как лечить правильно. И у меня люди начали писать благодарность. И хотите, я вам сейчас эти благодарности так передам? Один человек мне пишет. Олег Геннадьевич, спасибо, что вы вылечили мне мигрень. Теперь я могу много пива выпить, у меня голова вообще не болит. Я думаю, блин, лучше бы я ему не лечил его в ингрене. Теперь сопьется человек вообще. Вот, другая пишет женщина, говорит, Олег Геннадьевич, спасибо, что вылечили мне сердце. Теперь я ругаюсь с мужем, у меня сердце не болит. Я думаю, здесь журналист, как я и вылечил это сердце, лучше бы она у ней болела. Она не ругалась с мужем. И вот так мне писали, писали, и я потом понял, что это Господь мне пишет, обратную связь дает. Что людям нужно давать не просто здоровье, а давать им более высокие ценности какие-то. Иначе они будут неправильно жить. То есть это я не придумала себе, что, ну вот как бы со здоровьем, со психикой я могу работать с людьми. Конечно, может быть, в прошлой жизни были врачом, я даже вижу вас, такой мужчина, такой мудрый. Смотрите на меня с прошлой жизни. И вы мне с прошлой жизни подсказываете, ну скажи ей что-то, она может. Слава Богу. У меня вопрос, на самом деле, вообще больше про личную жизнь. Я больше там не понимаю. А надо про молитву спрашивать. Только я не могу молиться, если я только о личной жизни думаю. Видите, она меня обманула. У нас не села с молитвой, а на конечной жизни жизни. Микрогонтик и где-то передать теперь все. Ладно, мои хорошие, все, у нас сейчас настройка начинается. У нас много людей онлайн присоединилось. Это такие опытные уже в молитве люди. Как мы в прошлый раз помолились, там песенку включили. Настоящие джатайи. Там песенки, конечно, настоящие джатайи никогда не ожидают ничего взамен. Ладно, у нас второй или третий с вами ретрит в Краснодаре? Какой? Третий. Вы все три были? Да. Молодцы. Итак, вот стульчики прекрасные вообще. На них можно и в алмазе сидеть, и бабочки. Просто прекрасные стульчики, супер. Это хорошо. Зал тоже большой, хороший. Сейчас я вам расскажу, что у нас здесь сейчас будет происходить. Мы с вами сейчас решим, что будет происходить. Мы с вами хоть раз повторяли, аллилуйя, допустим. Повторяли? Я желаю всем счастья. Что вам больше понравилось? Кто больше, я счастья поднимите руку, кто счастья больше понравился? Кому аллилуйя больше понравилось? А кому онлайн больше понравилось? Я желаю всем счастья больше нравиться. А кому аллилуйя онлайн больше нравится? Все аллилуйя нравятся, да? Хорошо. Ладно. Ну, что будем повторять? Счастье? Я хочу, чтобы вы были счастливы. Аллилуйя легче. Аллилуйя – это же прославление Бога, это уже молитва. Аллилуйя – это молитва. А я желаю всем счастья настроить просто. Ладно, хорошо. Значит, мы будем повторять молитву. Аллилуйя. Мы будем повторять под музыку Богородицы Девы Ракерси. Оптинской пункты, не коры. Вот. И там, в этом хоре, там есть звук такой… Я вчера рассказывал вам, что это за звук. Это звук, когда душа уходит из тела, то она идет по звуку на звук и на свет. И вот этот звук… И он очень сильно приобретает душу. Когда душа слышит этот звук, этот звук связан с Богом. Это фактически звук, он копирует энергию Бога. Вот как звучит энергия Бога? Она звучит звуком АУМ. Или вот этот звук АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА И мы когда повторяем Аллилуйя, то в молитве, когда мы начнем учимся молитве, всегда важно в молитве вход, энергии и выход. Понимаете? То есть важно, чтобы мы в себя брали энергию и отдавали. И молитва течет, как река настоящая. Когда мы берем, отдаем, у нас сердце так заходит и выходит, заходит и выходит энергия, вот так вот. Мы берем энергию от тех, кто молится, от хора, от зала и от меня вы берете тоже. Слушайте, как я, как дирижер, палочка, дирижерская. Вот я настраиваю весь зал на то, чтобы память включилась. Вторая сам слушать, настраиваю вас. И вы слушаете тех, кто молится, они тоже настраивают, от них идет настроение. О них настроение особенно надо слушать тех, кто вот это вот поет. И мы повторяем Аллилу, когда энергия в нас входит. И мы повторяем Аллилу более низким голосом. А потом Я выходит энергия. И мы в это время отдаем силы свои туда, где Господь хочет, чтобы мы отдавались. А Господь хочет, чтобы мы думали о том, чтобы на земле наступил мир. И мы вот Я и видим мир перед собой, что нет войны, что все, мы настраиваем себя на мир. Потому что когда мы настраиваем себя на мир, мы это, это фантазия работает или это сила? Знаете, что в этом мире все, все соединено. Вот каждое, сознание каждого человека соединено воедино. Даже Бернадский говорил о том, что есть биосфера. Это как общее мысленное настроение, состояние земли. Когда люди собираются, вместе начинают молиться. Аллилуйя, мир, каким мир, чтобы был на земле. Сначала мир наступит у вас в сердцах. Это первая стадия. Если мы будем хорошо молиться, потом вы почувствуете, что мир наступит во всем зале. И онлайн тоже, у всех, кто онлайн, тоже у них мир наступит. Мы объединимся в этой энергии мира. А потом дальше мы начнем идти дальше. И у наших родственников, и со второй стадии вот с этой начнут родственники, которые воюют, получат право жить. На второй стадии мир в их сердцах, когда установится, они станут вне войны, вне гибели. Понимаете? Мир, если в сердце у человека, то он уже вне смерти находится. Смерть приходит тем, кто входит в страсти, хотят убивать, или в страх, ненависть входит, в отчаяние. Все эти люди гибнуты. Когда у человека доброта, в сердце мир, энергия Бога, энергия Бога, то он остается жив. То есть сначала в сердцах у вас, у всех мир наступит. Потом мы начнем влиять на тех людей, которые с нами связаны, которые в беде, у них в сердцах тоже мир. А потом, если мы сможем, мы будем влиять уже на всю землю. Но даже если мы влияем на всех, кто с нами связан, то это очень тоже уже большое влияние. Если получится, то мы выйдем за рамки своего влияния и начнем влиять шире. И Господь будет очень-очень-очень рад тому, что мы делаем. Он будет очень благодарен. Здесь еще важно понять, что есть действие наше, а есть действие Бога. Бог никогда на земле ничего не будет делать, если люди не хотят. Если мы желания имеем, то он воспользуется этим желанием и сам что-то тоже будет с помощью него делать. Но что он будет делать именно, для нас останется тайной. Вот что мы будем делать, мы можем это понять, через какое-то время узнать, получить обратную связь. Это то, что Бог будет делать. Он только если захочет нам открыть эту милость, то откроет. У кого на два? Отлично. Поняли, да, как? Теперь дальше. Вот чтобы у вас была сильная концентрация внимания, и чтобы судьба включилась в отработку, для этого нужно делать специальное положение тела. Для этого модели должны выйти у нас на сцену и показать, как это делать. Кто у нас будет моделями? Давайте выходим. Вы. Еще. Вот вы и так. Два мужчины у нас. Мужчины модели. С этой стороны и с этой стороны. Кто-то с этой, кто-то с той. Все. Первое положение тела. Это стоя. Вставайте к стеночке туда вот сзади. Если где-то. Там вот стенка, на сзади. К стеночке вставайте. Но не прислоняйтесь к ней. Вы стоите возле стены. Тринадцать минут стоит человек, один слой психически очищается. Шестьдесят пять минут стоит. Вот весь ретрик будет шестьдесят пять минут лиц. Шестьдесят пять минут стоит, все пять слоев очищаются. Каждый слой связан с определенными зонами судьбы. Чем больше, глубже слои, тем глубже судьба. Если вы не простояли все время, значит часть судьбы не отработалась. Если плохо становится, к стене прислоняйтесь, ножки чуть-чуть отодвигаем. И просто пережидаем. Если вам так сильно плохо будет, то вы не упадете, как падают головой вперед. Вот так вот. У нас на ретрик. А сползете по стеночке просто. Вот. Тихонечко. Таким образом, когда лучше стало, опять от стены отодвинулись, опять стоите. И так в следующем шестьдесят пять минут. Стоять надо вдоль стен, которые по бокам. Вот здесь вот. Посередине. В зале стен же нет. Есть столбы. Можно возле столбов стоять. Допустим, к столбу прижались и стоите. Рядом со столбом. Вот. Понятно, да? Можно вдоль стенок, можно возле столбов. Кто хочет стоять. Можно поближе сюда дойти. Следующее положение тела называется стоимость. Что и на колени. То есть, вы вставить на колени. Это можно полу делать. Или можно делать на стуле. Но лучше всего на стуле сзади. Потому что важно, чтобы вы на колени встанете. За вами люди не будут меня видеть. И это нехорошо. Поэтому лучше на коленях на полу стоять. Или на сцене. Кто там сзади на сцену кто-то сядет. Кто-то вот здесь на пол сядет. Вот везде. Можно на колени встать. Вот так. 65 минут. Если вам плохо на коленях становится, если блок начинается, или он смутит сознание, то вы просто опираетесь на руки, как кошечка. Вот встаете вперед немножко. На руки опираетесь. Вот так на руках немножко находитесь. А потом опять встаете на колени. Когда легче стало, опять на колени. Следующее положение тела называется поза алмаза. Вы с коленей садитесь вниз. И просто с прямой спиной вот так сидите. Если в позе алмаза, в позе алмаза можно сидеть прямо на стуле. Вот смотрите, стул имеет дырочки сзади. Дырочки, носочки. Вот. Там, если, допустим, перед вами носочки появились, их трогать не надо. Сзади. Это не ваши носочки. Вот. Значит, носочки туда в дырочки и сидите. Если плохо становится, то можно немножко на спинку опереться и вот так вот руки, на руках подняться чуть-чуть. На руках приподняться, чуть на спинку опереться, станет легче. Потом опять оторвались и сидите в позе алмаза. Если в позе алмаза на полу сидите, можно чуть-чуть нагнуться вперед и вот так руками опереться о пол. И когда легче стало, опять выпрямились и прямо сидите. Следующее положение тела, самое легкое в целом, для того, чтобы 65 минут выжить, нужно... Вот есть поза бабочки. Это стопы вместе, колени брось, спина полусогнутая Вам не видно там сзади или видно? 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 Видно все, да? Да. Полусогнутая. Ну, как вот можете, поза бабочки, стопы вместе. Ну, это сутулое, да. Сутулое же слово нехорошее, а полусогнутая. Да, понятно. Вот. И если вам плохо становится в этом положении, можно немножко подняться на руках, чуть-чуть вот так, облегчить себе жизнь, а потом опять назад. Следующее положение тела – это полулотос. Надо одну ногу на другую забросить, вот так вот. Как бы по-турецки сначала садитесь, потом одну ногу на другую заброшу. Понятно, да? Вот такие основные положения тела. Запомнили все? Теперь давайте поизучаем. Если вам надо вырабатывать терпение, принятие судьбы, то тогда стоит. Это основное положение тела, которое принятие судьбы улучшает, оно же лечит голову, позвоночник, то есть оно все, что вверху находится, лечение происходит. Если вы в позе бабочки сидите, то лечится все внизу, вверху ничего не лечится. Если в позе алмаза, то тоже все вверх идет лечение. Поза алмаза и стоит тяжелее, чем бабочка. Бабочка. Бабочка самая простая, самая легкая положение тела. Но у всех бывает по-разному иногда. Вот. Когда вы стоите на коленях, принятие судьбы идет. Терпение, принятие разницы чувствуют. Вот жену принял, терпеть уже не надо. Ты ее не терпишь, потому что ты ее принял. Это более сложно принимать. На коленях более сложное положение тела. Когда вы садитесь в алмаз, то это положение тела, оно выдавливает судьбу. Например, к вам налоговая инспекция хочет прийти, а не может прийти. Почему? Потому что вы сидите в алмазе. Не даете налоговой инспекции прийти. Я говорю реальные события, которые происходят. Вот. Они просто забывают. У них нет возможности. Некогда к вам идти просто. А с начальником действуют? С начальником действуют. Да? А с алмазом вы храните? Я это практиковал еще. Я изучал эти вещи еще в детстве. Я занимался йогой в детстве. И я провел такой эксперимент. Я сидел в алмазе и читал на строе. Это было в девятом классе я был. И я полгода соблюдал маун. Знаете, что такое маун? Я не молчал, не разговаривал вообще. Концентрировался на третий класс, вот сюда на точку. И чтобы меня в школе не спрашивали, к доске не вызывали, я просто сидел в алмазе и настраивался, чтобы меня учителя не вызывали к доске. Полгода у меня ставили отметки, и никто меня не спрашивал. Только мама не подчинялась моей воле. Потому что она меня любила. Она все время беспокоилась, что я не разговариваю. И как-то отвела меня к психиатрическому врачу. Но это отдельная история. Частная тема. Но в целом, как бы, так можно в алмазе сидеть. И судьба не касается тебя. Ты как бы не даешь. С пятого класса, да? А? С пятого класса начали йогой? Я занимался йогой уже с пятого класса. Угу. Вот. Я с пятого класса уже бегал босиком по снегу. Вот. Сидел в алмазе, в лотосе. Медитировал. С девятого класса начал поститься по брегу. Бросил мясо. Давно уже занимаюсь. В теме давно уже. Олег Геннадьевич, алмаза можно на колене? Нет, надо просто вот в алмазе сидеть и все. Это опять свое в алмазе. Если на колене встали, легче стало опять в алмазе. Если остались на колене, все, у вас заново началось. Надо понять, что если вы положение тела поменяли, у вас все опять заново началось. Вы, ну, вы сделали ошибку. Надо оставаться в одном положении тела. На 65 минут. А если оставаться сидеть на стульчике? А если вы просто свесив ножки и сидите на стульчике, то вы ничего не чистите. Просто сидите и все. Потому что это не аскеза. Аскеза это только те положения тела, которые я перечислил. Но если вы болеете, если вы старый человек, вам тяжело, допустим, это все делать, то не делайте. Просто сидите, этого вам будет достаточно. А все молодые старички, все молодые старички должны все-таки встать и попытаться стать малышей. Начать в какой можно? Первый раз. Самое простое – это поза бабочки. Если вы по-турецки будете сидеть, искрестив ноги, это тоже чистка идет, но очень слабая. Вот за 65 минут два слоя только прочистите. А если вы просто сидите на стуле, никакой чистки не будет вообще. Просто настрой будет, вы будете настраиваться, но очищать психику и побеждать судьбу будет сложнее гораздо. Ну, для тех, кто болеет там или не может, можете просто сидеть на стуле. Мои хорошие, пожалуйста, не отвлекайтесь. Никто не должен сейчас разговаривать ни с кем. Просто слушайте и все. Вам, когда трудно, вы чувствуете, не хватает сил. Вы делаете все, и вы чувствуете, что у вас не хватает боли, то есть вы не можете достичь цели. Значит, вы берете большой палец, это я, и соединяете с указательным. Это ваша воля. И вам сразу легче концентрироваться становится. Если не хватает сил, прямо устали, у вас нет сил, значит, указательный пальц, большой палец соединяете со средним. Понятно? Я буду так делать, потому что у вас много, я один. Я буду со средним соединять, чтобы меня сил на вас, на всех поделали. Вот, если у вас нет уверенности, вот у кого нет уверенности, что у вас получится, поднимите руку. Значит, большой палец соединяете с безымянным. И у вас получится тогда. Если вы чувствуете звук, звук плохо произносите, у вас памяти не хватает, концентрации, тогда большой палец с мизинцем соединяется, со звуком связан палец. Если вы хотите больше соединять всего, вот, то вот так соединять не надо все вместе. Так не надо. Если у вас всего не хватает, не надо. Но вы можете вот так сделать, только вот так сделать, большой, с этим, указательный со средним, вот такой, вы знаете, вид крещения такого, да? Это мудро называется. Вот, и мудро еще вот такая есть, да? Вот так можно крестить. Тоже большой палец с мизинцем безымянным соединяем. Вот так, да? Можно вот так вот делать. Если чувствуете, смирения не хватает, хотите бежать куда-то, не слушайте олег иначе, тогда вот так вот. Можно вот так вот. Вот так. Перед грудью. Все время стоите вот так вот. Повторяйте. Если вы чувствуете, что вам нужна помощь, тогда переварните ладошки и сверху ладошки. Если чувствуете, что вам все мешают, тогда ладошки, наоборот, опустите колени. Понятно? Если вы видите, что вы можете положение тела такое занять, которое на стуле можно сделать, а на стуле можно сделать пузу бабочки, и можно пузу алмаза сделать, и можно пол лотос сделать, то можете остаться на стуле. Стуле удобное. Но единственное, что вам все, кто остались на стуле, останутся, надо рассесться через один, чтобы места хватило на всех. Потому что, когда вы ноги сядете, широко расставите, то вы будете задевать за соседа. А задевать за соседа нельзя. Вот когда вы сядете, никто никого не должен касаться. Меня слышали? Когда вы сядете, никто никого не должен касаться. Если коснетесь кого-то, он выйдет из медитации и будет очень сильно недоволен на вас. Трогать никого нельзя. Касаться никого нельзя. Понятно, да? Так, мы с вами провели наш сейчас у нас будет обратная связь. Так, вот такой вопрос. Светлана, с Киевом, все время, во время моих, как и на задании стояла моя немытая кухня, увы. Только в конце, когда девочка пела, я смогла сосредоточиться на блоге. Ну все, я тогда больше про немытую кухню вообще никогда не буду говорить. Все, я понял. Намек ясен. Дальше реализация следующая. Вот у нас вышла тут суперпродвинутая, спрашивает, скажите, пожалуйста, а как по 6 часов в день? Позу как часто меняете? А как по 6 часов в день надо просто один раз, один раз 5 слоев прочистить, а потом уже молиться, ну в произвольном положении тела. Не надо, можно ходить даже, то есть не надо 6 часов в день сидеть в алмазе и с ума сойдешь. То есть можно сидеть, стоять, но аскезу совершать только на 5 слоев, только 65 минут. А потом можно по-турецки просто сидеть и молиться. Уважаемая организация, здесь у вас реализация. Рисылайте. Лена, если у вас нет вопросов, то мы в зале будем спрашивать. Да, хорошо. Ваш вопрос? Да. Не проходит. Говорит. Вот я на 40-й минуте мне, но внутри нет, по ощущения. У меня силы закинули, и все. Я думаю, я сейчас, я сейчас думаю, просто выйду из зала, и все, сил не было. А потом через 5 силы. Потому что на 40-й минуте в начале 4-го слоя психического у вас находится блок. который забрал у вас силы, энергия вся пошла в пробивание блока. Потом на 45-й блок пробился, и опять силы пошли. Что это означает? Это означает, что нужно продолжать дальше? Это означает, что все, что я говорю, это не выдумки мои. Так и есть. Я вам говорил, что блок проходит, легче становится, человек опять может продолжать. Вот вы это почувствовали, увидели. Ну, давайте вы. Ну, вы давайте. У меня короткий вопрос. А в своей периодичности нужно проделывать вот эту процедуру раз в неделю, раз в месяц? Такую процедуру со всеми вместе можно проделывать так часто, как часто мы собираемся. Вот когда я уеду в Израиль, там буду отдыхать, там будем каждый вторник мы собираться. с 11 до часу по Москве собирается 3000 человек молиться за меня. Вы можете тоже онлайн подключаться и молиться с нами. Бесплатно это благотворительное молитвие. Вот. А дома можно хоть каждый день 65 минут, но сначала, когда вы еще не прочистили все слои статическое напряжение, не сильно раз в три дня, нормально. Вот я, у меня были онлайн ретриты в субботу, в воскресенье и в понедельник сегодня еще. И у меня уже немножко спина перегружаться пошла, потому что я сегодня еще с утра йогу долго сделал. То есть я на статику сильно нагрузку дал и у меня уже сегодня я под конец еле сидел уже. Обычно я нормально сижу 65 минут. А сегодня вот пересидел уже, видно, переделал, так сказать. какие реализации у кого. Ну, мужчина, скажите, что вы почувствуете? Евгений Иванович, так получилось, что где-то минут 40 энергия просто накапливалась. А вот последние 15 минут, 20 минут, прямо это же желание было продавить мир, чтобы он реализовался. да, где-то, где-то, смотрите, как это не называется, накапливалась энергия. Мы очищали первый круг судьбы все вместе. Где-то так и было 40 минут, где-то, а через 40 минут вы, многие из вас почувствовали, что мы влияем на мир уже, потому что пошел второй круг судьбы, и наша энергия вышла наружу и начала действовать уже на других людей, на все пространство вокруг. Вы вспомнили родственников через 40 минут. почувствовали, что вы влияете на все. Так и было, да, и так. Ну вот вы, девушка, скажите. Вот. Спасибо большое, Олега, надеюсь, спасибо вам большое. Я первый раз сегодня. У меня такое чувство, что я даже сознание в какой-то момент потеряла. Спасибо, меня подруга поддержала. Но я же предупреждал, что будете падать. Что думаете, я шучу, что ли? Кто еще чуть не упал, поднимите. А что значит это? Почему? Потому что блок, вы стояли, допустим, да, и когда блок подошел психически, то есть вы прочищали организм, и на какой-то зоне блок, и там блок настолько сильный, что энергии не хватило при его пробитии и вас повело. Значит, надо стать, выделать, пробивать этот блок, этот блок ведет к болезням и нарушили плохой судьбе. Надо и прочищать все это, побеждать. Понятно, спасибо. Ваш вопрос. Пока не начнешь практиковать, так и не поймешь, что у тебя там внутри. Здравствуйте, Олег Иванович. У меня такой вопрос. Вот блоки снимались, у меня шли снизу, получается, ноги не мели, потом выше, выше, и совсем тяжело было на плечах. Когда это вот все со мной происходит, я отвлекаюсь на себя, но в этот момент моя помощь вам, и вот получается, миру, она работает, или нет? Работает. Работает, да, работает. Просто есть наше желание, оно всегда остается прежним, а наша концентрация, наше внимание может отвлекаться. Я замечал, что, допустим, я настраиваюсь на Бога, но когда у меня какой-то блок, внимание переключается на себя, а потом, когда я опять вспоминаю про Бога, то я вижу, что я вспоминаю сильнее, чем раньше, то есть я уже прошел путь определенный, то есть этот путь не заканчивается, Господь помогает нам идти, пока мы отвлекаемся на себя, Он продолжает нам помогать. Вот мое ощущение на мне остановилось на этом районе, а вот на пространстве наверное прям далеко ушло, вот прям ощущение пространства изменилось. Да, ну потому что мы же все вместе, то есть вы одна, допустим, отвлеклись, а все остальные же не отвлекаются, и большинство людей сосредоточено, нормально, и плюс еще онлайн, сколько у нас Лена онлайн присутствовала, человек? Ну ты опять это выключил, микрофон пытаешься говорить. Лена у нас сегодня молилась лучше всех, она прям в трансе и забывает даже микрофон включить. Ой, еще такой все, уже, так, слышно меня, да? Да. Так, примерно две с половиной сотни. 250 человек еще было дополнительно, здесь около двухсот, и там еще 450 человек вместе со всего мира сегодня молились. Представляете, какая сила, и все вместе побеждали судьбу. Спасибо вам большое. Ну, ваш вопрос на первый день. Лена Геннадьевич, я с вами онлайн уже четыре года, на сегодня первый раз нахожусь в зале. Для меня это большой опыт, я благодарна за эту реализацию. Как Евгений, вам в зале понравилось? Разницу почувствовали? Да, разница очень большая. Долбануло хорошо? Отлично. Утвердилось вот в том, о чем мы сейчас говорили, когда концентрируешься на звуке и на вашем пении, получается больше внимания уделять тому, что ты принимаешь звук и отдаешь. А когда онлайн находилась, иногда посмотрю на время. На кошку иногда посмотрю. Нет, кошки нет, на время. Было такое, да. И сразу начиналась боль в теле. А когда концентрируешься на звуке, то боль отступает. Боль это энергия. Если ты Богу отдаешь, то вся эта энергия уходит, у тебя боли нет. Если ты сильно сосредоточен, ты можешь прям всю боль отдавать, и у тебя не остается боли. Боль, это тоже можно жертвовать свою энергию Господу отдавать, и будет легкость у тебя и хорошо будет. Вы это сегодня увидели, почувствовали. Это действительно так, и решила это озвучить, потому что мало ли, может, кому-то поможет. Да, конечно, мы изучаем все, и многие люди получают опыт. А можно вопрос, в течение молитвы время то ускорялось, то замедлялось. Что это? Когда время ускоряется, это значит, судьба чистая, проблем нет. Когда время замедляется, то значит, тяжелая судьба. У кого очень медленно все прошло, то не медленно. Значит, была тяжелая судьба, вы побеждали тяжелую судьбу, а у кого просто за 5 секунд быстро очень. Значит, легкая судьба была хорошо. Значит, это еще один критерий. Когда быстро все проходит, значит, вы в хорошем периоде жизни находитесь, у вас все кока-кола. А если медленно все идет, значит, надо трудиться, намолиться больше, значит, идет пробивание. А у кого было так, что невыносимо в какой-то момент хотелось выбежать, значит, блоки, вот это, вы попали в блок, надо его пробивать, оставаться с нами, пробивать блок. А если быстро и медленно, это какая еще судьба? Значит, то тяжелый период, то легкий, вот так чередовалось. У кого сейчас ощущение, что вот сердце сильно легкое, споднимите руку, это значит, что вы пробили какой-то блок. А у кого ощущение, что прямо появилась тяжесть сердца, хотя не было раньше, споднимите руку, это значит, что блок новый пришел, но вы его еще не пробили. Значит, будете пробивать дома, сами, или на следующем ретрите. Спасибо вам. Это у меня хорошие вопросы. Давайте дальше. Олег Геннадьевич, очень интересно все прошло. Не скажу, что быстро, но меня ни разу не накрыло, мне не было плохо, и меня это как бы хорошо, значит, хорошо поработать. может быть, я не ту позу приняла. Может, вы дома хорошо поработали, старте ходить? Я на самом деле не практикую, но вот здесь я словила такое медитативное состояние, немножко как будто бы я пошла к телу, оно стало ощущаться по-другому в размерах, и руки похолодели, и я сидела, не шевелилась как статуя, вот, и мне было очень хорошо, только многие затепли, как бы их не чувствовала, а сейчас как бы меня колотило очень долго, меня колотит, когда я нервничаю, вот, и руки холодные, здесь. Ну, значит, энергии много прошло, кстати, вы когда домой пойдете, то вам надо стараться вообще никому ничего не рассказывать, что здесь было, ни с кем сильно не разговаривать, не делиться, если на вас бросаться родственники начнут неожиданно, не удивляйтесь, потому что мы как бы судьбу отодвинули, она может назад броситься на нас, где-то один-два дня надо отдохнуть хорошо, поспать, себя сильно не нагружать, и обязательно понимайте одну вещь, что или вы наброситесь на родственников, начнете ругаться с ними, или они на вас набросятся. Почему? Потому что мы ослабли, у нас энергетика стала слабее, мы выложились, и судьба она не ожидала такой напора, и сейчас она будет назад атаковать. Поэтому нужно просто ничему не удивляться, стараться ни с кем не выстять отношения, если кто-то пытается, то сказать я устал, извините, и все. А какой период? Один день всего. Завтра один день и все, и нормально буду. Поднимите руку, у кого в прошлый раз, несмотря на то, что я предупреждал, вы все равно поругались на следующий день пустые. Я не поругалась, но мне начали звонки просто обрушиваться с каким-то негативом. Я вот только проснулась, теперь получается после первого, после второго. Ну вот видите, то, что я предупреждал, я вас не зря предупреждаю. Я спала, вообще спала, мне начали звонить, рассказывать всякий негатив, который поводит. зачем мне это на формате? Я вам сейчас объясню зачем. Потому что вам стало очень хорошо, все решили с вами поделиться. Тоже хорошо было. Но они это сделали неправильно просто. Поэтому они все негатив начали вам варить. Вот люди же не знают, как правильно делиться информацией. Ну то есть это хорошо, что было неплохо? Или просто я как-то не ту позу поняла? Все хорошо, да, все хорошо. Просто вы не занимались этим теперь? А я летом пыталась стоять у дерева, я не простояла пяти минут. Мне казалось, а потому что здесь много людей же вместе. И все они дают силы. И поэтому вот здесь все прямо взяли, встали, шестьдесят пять минут простояли, а дома вы уже так не сможете сделать в одиночку. Но надо тренироваться, потихоньку все равно к этому идти. Спасибо. Ваш вопрос, одна девушка. Подскажите, пожалуйста, по поводу брать силы от природы. Мне кажется, я сознательно избегаю, чтобы не влюбиться в солнце, в воду и привязаться сильно к материальному миру, чтобы не захотеть уходить отсюда. Вы находите в состоянии иллюзии по поводу своих возможностей уйти из этого мира. Вы не понимаете, что природа, она, можно воспринимать ее как балдеж, вот как наслаждение, а можно воспринимать ее как энергию Бога. Знаете, что солнце в себе содержит духовную силу? Если вы, допустим, настраиваете на солнце, то вы можете почувствовать Господа через него. Через людей вы можете Господа почувствовать. через женская природа она божественная, мужская природа божественная. Этот мир божественный по-своему. У вас имперсональное представление об этом мире. Вы как бы ложное отречение против в своем сердце. Посмотрите, какая вы отреченная, какой я привязанный к этому миру. Посмотрите, я радуюсь людям, природе, я, видите, какой я привязанный. Не надо радоваться, надо быть отреченной, никого не любить. У меня было два знакомых монаха. Это реально. Один из них все время бегал от женщин, отрекался от них, а другой всем радовался. Он осознал божественную женскую природу. Он всех женщин называл Шриматаджи. Шриматаджи означает Великая Мать. Всех женщин так называл, которых видел. И вот тот, который так себя вел, он остался до сих пор монахом. И оставаясь монахом, ушел из жизни, думая о Боге. А тот, который все время бегал, он женился. Вы что-то недопонимаете, мне кажется. Я буду учиться понимать. Давайте, да, этот мир бесконечно глубокий. Вы не так-то просто поняли. Мужчина, ваш вопрос? Что это такое? Когда молились, у меня раньше такого не было, это только в этом году в первый раз такое. Прям я чувствую вибрации, волны. Прям раз-раз волны идут, идут, потом перестали. Через время, вот вы замолчали, когда в конце, когда просто все люди молились, опять просто волны, опять, циркулируют, как будто толкают. Что это такое? Это только начало лета нашей любви. Да, это только волны, волны, это только начало. Представляете, потом вы Господа увидите, у вас будет духовный транс, у вас волосы дыбом станут, вы упадете, по телу будут мурашки бегать, и вы даже не сможете встать от счастья, вы будете лежать и дышать даже не сможете отчасти, духовный транс, а то, что волны, это только начало, поэтому больше не приходите на эти рекорды, все опасно, представляете, куда все, кто попаливает, волны пошли у вас по телу, представляете, это очень опасно все, так, ваш вопрос, да, возле столбика вот девушка, вон он сзади, сзади, ведь она улыбается тоже, она попала в секту, она улыбается, слишком счастливая, так нельзя такими счастливыми быть, спасибо вам большое, мы разок так тоже, ну тоже выходим после реклита, и один мужчина такой стоит, это в Измайлов гостиницу, и он говорит, что-то вы слишком все счастливые, так нельзя, светами все идут, слишком счастливые, так нельзя, я немножко шучу с вами, все нормально, волны это хорошо, это шум, означает, что вы почувствовали в другом моменте, начали чувствовать, да, через некоторое время после начала нашей молитвы, вот я почувствовала, знаете, присутствие какого-то, чего-то такого очень доброго, теплого, я не знаю, когда ретриты проходят, ангелы приходят, кто почувствовал, что какое-то божественное что-то пришло, видите, сколько людей им нравится, вот когда водку пьют, собираются, они не приходят, им не нравится, но когда все вместе оливую повторяют, это же Богу хвала, и так красиво, еще под музыку, красиво мы повторяли, сразу ангелы приходят, им тоже интересно, это для них концерт, вот допустим, для нас концерт это там, как там, she crazy like her for and all they do и все, классно, это для нас концерт, вот, а для ангелов вот концерт, когда аллилуйя все вместе повторяют, и он пришел просто, он же не может вам вот этого, ну они на их чувствуются, они чувствуются ангелы, вот, но, как бы, мы не понимаем, мы же их никогда не видели, мы не понимаем, кто такие, как они чувствуются, у них же нет грубого тела, они в психическом теле находятся, мы когда, мы когда повторяли, три тысячи человек к нам собралось, это было, ну, чуть больше недели назад, мы тоже молились за мир, и так классно получилось, хоть и онлайн, но прямо все отметили, что очень сильная была молитва, и куча народу, просто, не один человек, а кушает, куча народу, сказала, что они чувствовали Богородицу, я была молитва, да, а на самом деле, что произошло, у нас есть одна девочка такая из Москвы, которая постоянно то постится, то молится, то прорубь, и по полчаса сидит, и она пошла в храм в это время, во время ретрита, встала возле Богородицы, иконы, и на нее смотрела, и в результате, Вероника, да, смотрит, и в результате все почувствовали Богородицу, она ее прям призвала, на наш онлайн, вот, так что даже Богородица может приходить, и нет проблем, да, вы знаете, через какое-то время, уже ближе к концу, я, ну, я повторяла, я сконцентрировалась, и вы знаете, мне, словно меня кто-то вот ударил в это место, я прям, мне даже немножко, как бы, назад откачнуло, и я... Это блок, это блок. Я прям, как проснулась, у меня, знаете, это психическая энергия, так, Вин, ну, так оно, да. Мне казалось, мне просто до этого, я как будто уже засыпала, ну, знаете, когда, а, вы засыпали, кто-то ударил, наверное, ангел какой-то, он подошел, ты че, говорит, беги, бац, по груди, хватит, спать, весь кайф, ты портишь. Я, конечно, делаю реальность, всю, которая в сельском производстве, уже до конца. Дина. Нет, я... спасибо вам большое. У них не только крылья, у них руки тоже есть. Что думаете, у них только крылья? Крыло интереснее. Так, ваш вопрос? Вот, извините. Какая? Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, я не совсем понимаю, что такое думать о Боге. Думать о Боге, это вот икону, вспоминать святого, или святое место вспоминать, или слушать, как молиться. Мы же не знаем Бога. Вот вы можете об Олеге Геннадьевича думать? Ну, я же вас вижу. Можете, да? Так, закрыл глаза. А Бога вы не видели, да? Поэтому о нем не можете думать. Но мы зато его чувствовали через святых людей. Вот сияние святого человека, его благодать. Это энергия Бога. От книги священной энергия Бога идет. Можете вспоминать священное писание, можете вспоминать святых людей, можете слушать вот этот, как люди молятся вдохновенно. Это тоже энергия Бога. А, природа, солнце, да, вот это точно? Тоже, это тоже энергия Бога. Природа, солнце. Но некоторые отказались от природы и солнца ради духовной жизни. Скажите, а если вот мне просто приходит в, ну, как-то вот воображение приходят близкие родственники и прям, вот прям какая-то энергия к ним идет? Это, это же тоже как бы часть Бога. Наши здоровительные центры Абритании, они привезли спрей. Помните, я говорил, что надо брызгать в нож, чтобы не болеть от коронавируса. Вот можно там это, привезли, можно прям не отходя от кассы приобрести. Брызгайте и в 7 часов не заболеете. Можно детям брызгать, пожилым людям. Всем подходит. Классная вещь. Беременным. А? Беременным. Беременным можно. Даже собачкам можно брызгать. И даже беременным собачкам. Да? Скажите, пожалуйста, а вот думать о близких же можно? Это же тоже часть Бога. Но вот если хочется в этот момент о них думать. Не надо. Не надо? Вы тогда энергия Бога через вас идет и близким помогает. А если вы о близких начали думать, энергия Бога через вас перестала идти и вы перестали им помогать. Если близкие вспоминаются, надо сразу убрать их из памяти и думать о Боге и тогда сразу начинается им помощь. А как только вы начали о них думать, прекратилась всякая молитва и все. И вы выпали из пространства молитвы. Я поняла. Можно еще один вопрос? Вот когда молишься о конкретном человеке, да? И в этот момент ну не испытываешь там большого счастья, испытываешь боль. Вот ты можешь ему навредить этим или нет? Если вы молитесь о конкретном человеке, означает, вы сказали перед молитвой, это для этого человека. И дальше вы испытываете счастье. Потому что вы думаете о Боге в это время и славите его. Понимаете или нет? А если вы думаете о человеке, это не молитва. Это ваша иллюзия. Спасибо. Спасибо. даже? Да, давай. Спасибо большое. Не знаю, может быть... Видите, опять не по очереди спросила и опять вас. Ну вот. Вот это вас Бог так и будет учить, пока вы не перестанете обижаться. Это не я обиделась. Это я обидела. Ну вот теперь значит вернулась назад. Ну, я так бы приняла. Где-то в середине начал пропадать голос. Это блок. Это блок, да? И прям вот воды хочу попить, а вы же сказали не шевелиться, ползань менять. Потом все закончилось, ну пей воду. Не хочу. Потому что блок прошел. Ну да. Да, это первое. Второе. записалось на ретрит на первой. Еще не знала, что вы здесь будете лекции проводить. И потом вдруг узнаем, что еще плюс и лекции. Вот я Анечке звоню и говорю, наверное, много мне будет и ретрит, и лекции. А потом получилось, что я пошла и в воскресенье. И еще бы завтра пришла бы. Вот как получилось в итоге. завтра мне придет будет в Баку. Не соблазняйте меня. Там люди меня ждут. Ваш вопрос? Да? Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот когда мы до этого просто желали всем счастья, обычно приходили образы семьи, родственников. в этот раз когда сегодня я этого как бы не хотел, но пришел образ друга детства. Мы с ним дружили до 12 лет, потом видели столько выходных до 15 лет, а потом мы просто в Новый год не встречались ни с семьей не жили. И я желал там мира, чтобы у нас был мир с нашими соседями. Ну значит другу детства нужна помощь ваша сейчас. Я и поэтому подумал, он ушел осенью на операцию, его забрали, он мобилизован. Вот это вот. И все, и все, весь этот час, во-первых, для меня пошел очень легко, я даже не ожидал самого себя, что я простоял, ну не ожидал. Ну конечно же болело, ноги, спина, но все время он был, то есть я не думал ни о родственников, ни о боге, то есть какое-то поле. Витя пришел в детство и говорит, помогай мне, сейчас надо. Потому что он на войне находится, видите, у него опасность для жизни. Молиться о нем? Вы же Богу молились, а друг детства сам пришел. Все, кому надо, сами придут. Вот допустим, если вы, допустим, сели покушать, очень вкусная еда, все, кто вас любит, все сразу звонить начинают. Или, допустим, вы на рекрике, другу детства нужна помощь, он там воюет, и он сразу пришел. Что о нем думайте, он сам приходит. Они все сами лезут. Не волнуйтесь. Все чувствуют счастье от вас, и кому надо, все будут пользоваться. Просто думайте о Боге, и все. Все сами придут, кому надо. Спасибо. Ваши вопросы? Олег Геннадьевич, здравствуйте. Я размышлял, что значит думать о Боге. вот вопрос девушки меня снова дала мне мысль. Я хотел узнать, правильно ли я понял. Я пришел к такому выводу, что Бог — это трансцендентная Личность, и о нем невозможно думать, но можно почувствовать, как он думает о тебе, и за это чувство уловить связь с ним. Можно о нем думать. Это думание идет через служение. То есть, так как он трансцендентная Личность, это значит, что он абсолютно бескорыстен. А человек в корыстном состоянии не может поймать Бога, на нем сосредоточить. Но когда человек искренне служит в храме, или повторяет имя Бога с радостью, находится в служении, то тогда в этом случае можно думать о Боге. Ну, то есть, если ты служишь, уходишь в правильное состояние, то ты сразу можешь почувствовать Бога, таким образом. И он может также к тебе прийти, но он приходит только к тем, кто этого достойен. Сам. Мы можем думать о Боге в процессе служения всей, почувствовать его, но сам Господь приходит только тогда, когда человек достойный. А это, поверьте мне, очень непросто достичь. То есть, он может сам прийти в сердце и показаться. Ты почувствуешь его присутствие. Можешь сам прийти. Но это надо заслужить. Благодарю. Все сейчас, кто повторяли Аллилуйя, все соприкоснулись с Богом. Все соприкоснулись с Богом, и все поняли с Богом. Кто-то почувствовал сильное счастье под Дмитрием. Это вы соприкоснулись с Богом. Кто-то почувствовал энергии, как будто движутся внутри под Дмитрием. Вы соприкоснулись с Богом. Кто-то почувствовал открытие какое-то, откровение пришло, какое-то знание в сердце. Поднимите руку Это вы соприкоснулись с Богом. Это Бог вам дал знание. Кто-то почувствовал, что мы влияем на мир, что войны будет меньше после сегодняшнего Дмитрия. Поднимите руку. Кто-то это прямо явно почувствовал. Это Бог вам дал это знание. Он вам показал, что будет больше мира. Кто-то почувствовал, что Он спасает жизни какому-то родственнику. это Бог вам показал, дал это знание. Он показал, смотри, ты Ему спасаешь жизнь сейчас. Я вижу вашего друга. Через три дня он может погибнуть. Вернее, мог погибнуть. А сейчас уже не погибнет. Потому что ваша молитва ему помогла. откуда я это узнал? Бог дал мне это знание сердца. Прямо всем. Мне показал друга прям. Я увидел друга. Я увидел, что он очень спокойный, добрый такой человек. Его друг. Да? мог погибнуть через три дня. Я сначала думал, что погибнет, потом смотрю, после молитвы, нет, уже не погибнет. все останется живым. Ваш вопрос? вопрос. У меня не вопрос, а я вам очень благодарна за ваши лекции. Я слушала ваши лекции. И по вашему наставлению я нашла себе святое место. Отлично. Я туда хожу молиться периодически. Там святая личность. Я хочу сказать для других. Находите себе эти места, молитесь. Они действительно помогают. После молитвы, когда я пришла, произошло необыкновенное чудо. Я ходила на могилку к родственнику. Он был священником. Я тоже там периодически молилась. И Господь так управил. То есть Он умер в 58-м году. И Господь так управил. Просто случайно я включила телевизор. Я увидела его вживую. Он давал показания во время войны 42-го года. Это было просто я обалдела от такого чуда. Я хожу на святое место, но я не к родственнику ходила. Я нашла Родственник пришел вам в гости, да? Я думаю что это Господь как-то управил. Через молитву, через святое место просто такое увидеть его живым это чудо. И хорошее насчет святых мест, где мы собираемся, молимся, это тоже место освещается, становится чище. это хостер насчет, здоровья. будет? Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»